О мерах поддержки граждан в условиях санкции шла речь на заседании рабочей группы в Саратовской областной думе. Главный вопрос повестки – ситуация на рынке труда. Хочу сразу обратить внимание, что в целом текущая ситуация на рынке труда сохраняет и носит стабильный характер. Численность безработных граждан, находящихся на учете в службе занятости, сегодня составляет 8,5 тысяч человек. То есть уровень регистрированной безработницы 0,7%. Напряженность на рынке труда составляет 0,4% незанятых гражданин на вакансии. Отмечу, что данные показатели соответствуют допандемическим значениям. В сравнении с другими субъектами привозки у федерального округа, наш регион занимает 5 место по уровню регистрированной безработицы и занимает 4 место по напряженности на рынке труда. Расширение перечня способов для трудоустройства способствует современной коммуникации. В первую очередь мы ведем речь о работе портала «Работа в России». В настоящее время там размещена информация о 26 070 тысячах, вакансии 26,7. То есть просто обращаем внимание, что у нас численность безработных 8,5 тысяч имеется вакансии 26,7 тысяч. Там мы понимаем, что есть определенный дисбаланс. Казалось бы, почему эти 8,5 тысячи не могут трудоустроиться на данной имеющейся вакансии, но мы должны понимать, что здесь зависит и от места жительства, от желания трудоустроиться в том или ином районе нашей области, и, естественно, непосредственно уровень профподготовки, который также при определенных должностях требуется. То есть в итоге у нас вот такой до сегодняшнего дня банк данных есть по вакансиям. Средняя зарплата по предложенным вакансиям составляет 26 796 рублей. Мы отмечаем, что преобладающее количество вакансий по-прежнему сосредоточено на предприятиях обрабатывающих производств, это 18%. Также имеются вакансии в организациях здравоохранения и социальных услуг, это 13%. Госуправление и обеспечение безопасности, торговлю оптовой и розничной, также служба ремонта автотранспорта и образования, это как бы основные. На данный момент в службе занятости имеется вакансия о планируемом высвобождении в марте-майе текущего года 500 человек. Сразу оговорю, что данное высвобождение с санкционными мерами не связано. В режиме неполной занятости работает 2,4 тысячи человек. Из них 800 человек переведено в режим неполной занятости как раз по причинам сбоя логистических цепочек и трудностями с поставки сырья. На прошлой неделе проводилось совещание с руководителем предприятия на уровне председателя правительства области Романа Викчи и Бусургина с целью проработки вопросов выхода из сложившейся ситуации. То есть данный вопрос держится на постоянном контроле, в том числе и у председателя правительства. Возможно, в условиях введенных санкционных мер мы будем наблюдать рост числа безработных граждан. Но еще раз повторюсь, что на сегодня пока мы этого не видим. Просто хочу сказать, что на сегодняшний день мы действительно наблюдаем не повышение уровня безработицы, а мы наблюдаем нехватку рабочей силы. То есть те люди, которые у нас имеются в качестве безработных, мы понимаем, что эти пока не подходят по тем или иным причинам. Скажите, пожалуйста, какие 5 самых дефицитных профессий в СССР, и какие 5 компетенций, на которые в основном переложиваются люди, желающие в СССР работать? По городу Саратова, конечно, это IT-специалисты востребованы, да, это станочники, это инженерные профессии, причем такие, чтобы могли работать и в смежных сферах. Это, наверное, самые такие актуальные профессии. А до кого переучиваются 5 компетенций на завете? Это, во-первых, рабочие профессии, затем это бухгалтерский учет, кадровое дело производства, различные программы 1С. Ну, конечно, это рабочие профессии, сейчас они очень сложные. Сейчас мы понимаем с вами, что те профессии, на которые вы переучиваете, не соответствуют тем потребностям рынка, которые сегодня есть. Дело в том, что люди обращаются на потребностях, то есть они понимают, что они будут там работать. Я здесь никого не обвиняю, я лишь констатировал. Нет, мы просто проясняем, почему по этим направлениям обучение идет. Они тоже его констатируют. Конечно. Что идет разбалансировка рынка груда, они об этом и говорят. Да, это видно тоже, да, что дисбалансировка рынка. 75% это серьезно показать. Трудоустроен. 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 Скажите, пожалуйста, а есть ли у министерства представление о картине с латентной разработчиком или нет? Ну, как таковой мониторинг, да, он ведется, но мы понимаем, что истерной картины, естественно, у нас нет. То есть это мы видим только... Это предположение. Конечно. Ну, а если с точки зрения предположения, она какова? Больше, чем, допустим, вот мы на четвертом месте ФО по напряженности на рынке труда, или тогда наше место, четвертое, сразу... Ну, во-первых, аналогичная ситуация, я думаю, в других регионах есть. Это же не говорит о том, что да, у нас четвертое место, допустим, там по рынку труда, то есть сейчас по регистрируемой безработице. Да, мы видим это из статистики, из определенной программы, да, официальный портал, то есть это официальные данные. А то, что есть еще, да, и те, кто не зарегистрирован, да, то мы понимаем, что это люди по факту безработные. Вы что-то должны делать, да, для того, чтобы уровень латентной разработчиков выделить? Ну, для этого проводится работа в службе заинтости именно по привлечению к нам специалистов. То есть почему мы переходим на новую форму, в том числе работа? Потому что мы понимаем, что раньше людям не совсем было интересно просто прийти и узнать о наличии вакансий. Они могли так же, не знаю, были газетки, да, там, работа. Он открыл, поискал, нашел и уже сам мониторит и решает для себя, пойду не пойду туда работать. Я вам говорила, что сейчас внедряется новая форма и метод. Мы работаем совершенно в другом формате. Поэтому мы надеемся все-таки, что из теневых вот таких вот, да, безработных, они придут к нам и мы окажем вам всестороннюю помощь либо в переподготовке, либо в подборе тех рабочих мест, которые действительно их заинтересуют. Вот я зашел на ваш сайт, в написке как раз отделение комитета, да, врач-педиатр, 13 890 рублей. Работа предполагается в школе-интернат для обучения номер 3, 13 790, врач-педиатр. Это вообще соответствует зарплате хоть каким-то целевым показателям? Я просто, когда мы говорим о дефиците сотрудников, в большом количестве ваканских мест, вот такие зарплатные платы, которые размещены, я могу дальше продолжать зачитывать, там все примерно на логе прозыщенного минимума. Но я вам могу дать другую статистику. Я знаю, и это с официального сайта. Я понимаю, что здесь в целом нужно повышать оплату труда, чтобы мы могли бы... Я думаю, что у нас председатель правительства с этим вопросом занимается на постоянном... Но у нас государства есть табли, которые оплачивают на уровне проживающего месяца. Может быть, это без забавок, а не зарплаты. Есть какие-то минимальные, которые минимальные статусы, которые приходят, продают. Но с другой стороны, если они дадут сейчас, что зарплата 30, а мы понимаем, что человек пришел, у него нет каких-то... Ну, категория, то есть, да, просто-напросто не сможет руководить, средность, стаж. Он сначала должен кушать колоски, да, с полей ходить, тыриться, чтобы набраться стажа, а потом, когда он наберется стаж, когда он в 60, и у него зарплата перевалит за 25, он может быть... Мы учителям, которые закончили вуз, пришли работать, сейчас выплачиваем больше 60 тысяч. Мы разработали программу, да, ее внедрили, сдох, дослабили, создали. Молодые специалисты поддерживают. По любым остальным профессиям она должна быть на уровне. Я не буду говорить сейчас, там, выслуга, невыслуга, стаж, вредность, категория, еще что-то. Мы это даже не берем. Но это является факторами стимулирующих, которые они в любом случае доплатят до минимального по целевому по региону. То есть целевой есть, то есть указная категория. То, что педиатры в интернатах образования, это головная боль на протяжении многих лет, вообще медицинских работников, когда они в образовательных... Куда я договорюсь? Эта же организация ищет программиста за 20 тысяч рублей. Мы только что говорим, что это одна из самых последних профессий. То, что надо давать цифры, когда выставляешь базу вакансий, давать более корректный от и до хотя бы какой-то лифт, это будет более, наверное, достоверно.